Журналист интернет-издания The Insider Михаил Калинин как раз на связи с нашей студией и с ним будем обсуждать эту тему. Михаил, приветствуем вас. Доброе утро. Здравствуйте. Михаил, ну, о том, что силовики ФСБ, спецслужбы России устраивают подобные гибридные акции на границах с Евросоюзом, ну, это уже секрет Палишинеля. Об этом все знают, в этом никто не сомневается, но нужны доказательства. И доказательства вот собирали вы. Насколько это было сложно, насколько это было опасно? Такие вещи ведь, правда, могут в России и какую-то госизмену впаять, дискредитацию и еще чего похуже. Да, на самом деле это было непросто, хотя бы учитывая арабский язык, которым я не владею. И с начала миграционного кризиса на российско-финской границе я активно следил за арабскими пабликами в Телеграме, в Фейсбуке и даже смотрел арабские тиктоки. Здесь приходилось прибегать, конечно, к переводчикам, даже к чату GPT, общаться с этими контрабандистами, которые публикуют объявления в этих пабликах. И даже пришлось просить арабоговорящего человека совершить звонок одному из таких контрабандистов. Да, это было непросто, отняло много времени и сил. Причем, если один контрабандист согласился дать интервью мне, как журналисту, на условиях анонимности, другие контрабандисты, это скорее повезло, другие контрабандисты не соглашались. И поэтому пришлось придумывать легенду, что якобы я сирийский беженец в Германии, мне нужно перевести семью. Кстати, легенда довольно правдоподобная. Но если раньше перевозили через турецкую границу, то сейчас стал возможен также российский путь, до этого белорусский. Белорусский путь остается, кстати, до сих пор вполне себе рабочей схемой. Может быть, сейчас из-за зимы все меньше желающих отправляться в зимний поход по белорусским лесам. И вот так вот стихийно в ноябре российские силовики дали команду арабским контрабандистам, которые, как выяснилось, имеют давние контакты с ФСБ, перенаправлять потоки мигрантов, клиентов, этих контрабандистов на российско-финскую границу, где российские силы Киев вручат велосипеды уже близ границы и помогут пройти, вернее, пропустят беспрепятственно, не имея никаких документов шенгенских виз мигрантов, в нейтральную зону, где они окажутся уже на финских КПП. Велосипеды стали таким своеобразным символом вот этих штурмов финской границы. Почему велосипеды именно? Не нашлось объяснение этому? Вообще на этих КПП, насколько я знаю, они не пешеходные, их нужно пересекать на транспорте. И вот сначала их пересекали на велосипедах, потом финские власти запретили это делать примерно в середине ноября, когда уже у всех на слуху был этот кризис, и сарафанное радио сработало через арабских контрабандистов, и все мигранты уже и без контрабандистов, и с контрабандистами на такси стали направляться на КПП. Но, тем не менее, несмотря на запрет, все равно российские власти пропускали через российский погранконтроль, и финским властям ничего не оставалось, как принимать мигрантов и без велосипедов. Вот смотрите, Михаил, то, с чего мы начали, да, общеизвестно, что силовики российские используют в мигрантов в своей гибридной войне. Опыт уже был. Белорусско-польские инциденты на границе, и с Польшей, и с Литвой. То есть финские власти, по сути, все это знали, к этому были готовы, поэтому пошли на упреждение, закрыли эти КПП, пункты пропуска. Куда деваются теперь эти сирийцы, арабы на велосипедах, на такси? Куда они деваются? Они возвращаются в Беларусь, в Россию. Вы расследовали последствия действий финских властей? Да, еще в первую волну в ноябре, когда один за другим КПП закрывали с юга на север, и арабские беженцы отправлялись даже к самым северным КПП, в Мурманскую область, несмотря на морозы, уже даже без договоренностей, без контрабандистов, самостоятельно, их задерживали в поездах, поскольку, как мне удалось выяснить, российские силовики не ожидали, что беженцы отправятся на более северные погранпереходы, и была, как мне подтвердил Макатарбадист, была команда уже задерживать, особенно тех, ну вернее тех, у кого просрочены российские туристические визы. И вот тогда мне удалось связаться с сирийским первокурсником, который приехал и получил учебную визу, приехал учиться в Россию. Ему не удалось пересечь границу, и он как раз рассказал, как ему удалось получить студенческую визу, что это несложно. Ему помогли в русском доме в Дамаске. Если мы зайдем на Facebook-профиль, вообще в соцсети, в Telegram-канал этого русского дома, то увидим много объявлений по днях открытых дверей в российских вузах, на арабском, на английском, на русском языках. Русский дом активно рекламирует российские институты, если мы говорим про Сирию конкретно. И тогда он планировал дождаться открытия финских КПП и пройти. Что ему удалось, 14 декабря он попросил убежище в Финляндии. А вообще многие мигранты приехали в Россию, изначально, чтобы пересечь внешнюю границу Евросоюза уже с территории Беларуси. И вот этот путь в Финляндию, он открылся только в начале ноября стихийно. И вот отличие Финляндии от Беларуси в том, что это наиболее комфортный путь, где тебе нужно добраться только до КПП и тебя пропустят, не имея никаких документов. Соответственно, это более дешевый путь, поскольку контрабандисты не брали так много за это денег. И единственные траты были только подвоз границы. Ну и взятки, конечно, российским пограничникам и самим арабским контрабандистам. И, конечно, это безопасно, потому что, если мы говорим о Беларуси сейчас зимой, то из моего разговора с другим контрабандистом, который как раз специализируется на белорусском направлении, нужно буквально отправляться в зимний поход, и километраж доходит аж до 40 километров. И, как понимаю, многие мигранты сейчас пытаются пересечь границу, либо дожидаются 14 января, когда снова откроют финский КПП, либо пытаются пересечь границу через Беларусь. Беларусь. Вот ситуация, если пойдут поляки, Литва пойдет по пути Финляндии, закроет КПП, куда будут деваться те, кого ФСБ пытается использовать в своей гибридной атаке на КПП? Как вы думаете? Да, еще одно отличие, что Беларусь, как я говорил, это более рискованный и опасный путь, поскольку мигранты пересекают границу буквально через дырки в заборе, через бреши в заборе. Для этого нужно отправляться в поход, нужно знать тропы, и поэтому слуги контрабандистов на белорусском направлении особенно востребованы. И есть... Ну, мы уже слышали о случаях, когда находили трупы мигрантов в лесах, и сейчас тоже пишут в арабских пабликах, что судьба некоторых товарищей вообще неизвестна. Люди все равно, рискуя жизнью, отправляются. И здесь разница заключается в том, что поток движется не через КПП, а через леса, через дырки в заборе, либо через тропы, где этих заборов нет, не построено. Михаил, при этом, если брать во внимание все вот это сопровождение этих мигрантов, но это уже целая, ослаженная структура, довольно серьезная, то есть от КП на российской границе до каких-то даже международных, можно сказать, иностранных учреждений. Зачей счет банкет, или учитывая вот те суммы, которые берут с мигрантов на самоокупаемость, это все работает? Да, на самом деле у мигранта, который хочет попасть в Европу через Россию и Беларусь, есть несколько путей. Есть контрабандисты, которые тебя сопровождают из твоей страны, то есть отправляют тебе приглашение для визы, ты попадаешь в Россию, где тебя встречает некий полковник в аэропорту, помогает проходить погранконтроль, потом организовывает трансфер до Минска, снаезжает в поход. А есть определенные помогальщики, это в основном арабские турфирмы, если можно так сказать, как правило, это бренд какого-то помогальщика, у них есть свои телеграм-каналы, неизвестно, не удалось выяснить, если у них есть какие-то юридические лица, наверняка есть, где-нибудь в Ираке, у них есть клиенты, клиентская база, подписчики, можно найти даже видеоотзывы, то есть это люди, у которых налажены схемы, которым действительно удается провести людей на территорию России, там очень много видео мигрантов на фоне московского аэропорта Домодедова, и, как правило, это были учебные визы до закрытия финской границы, также туристические и деловые, сейчас стали появляться сообщения о задержке учебных приглашений, но, тем не менее, некоторые вузы по обсуждению в этих чатах все равно продолжают заключать контракты с арабскими абитуриентами и говорят, что это вопрос времени, приглашение для визы, оно будет, но после 15 января, не знаю, почему это дата, да, сейчас предлагают, к тому же спортивные визы, медицинские визы, это если мы говорим об арабских помогальщиках с визами, но есть также и российская турфирма, российский проект, о котором удалось узнать, и, в принципе, о нем говорили и раньше, Made in Russia, Сергей Мерзлякова и Халеда Эль-Мери, который уже много лет помогает иностранцам попадать в Россию по разным типам приглашений, туристическое, деловое и учебное, что особенно популярно, да, а дальше у мигрантов, уже когда они попадают на территорию России, есть выбор обратиться к контрабандистам, либо попробовать штурмовать КПП самостоятельно, в принципе, когда сарафана радио сработало, многие отправлялись на границу России, Финляндии, через Яндекс.Такси. Михаил, вот Финляндия закрыла свои КПП, как это официально называлось, потому что это представляет угрозу национальной безопасности, да, вот на вскидку посмотреть, что могут, ну, какую опасность могут представлять несколько сотен сирийцев на велосипедах на территории Финляндии, поэтому вот вопрос в связи с этим такой, к вам, какую национальную, какую угрозу национальной безопасности стране и Евросоюза могут представлять эти беженцы? Можно ли предположить, что эти, как вы говорите, как вы сказали, подавальщики, переправляльщики, помогальщики, да, не забудут тех, кого они помогали, они поставлены на карандаш, и Россия о них еще вспомнит? Это очень хороший вопрос, с которым задавался и я, когда делал это расследование, но вот каких-то подтверждений, ну, я, естественно, натыкался и на косвенные доказательства других СМИ о том, что среди этих беженцев могут быть и военные, но конкретно в моем расследовании я не нашел никаких этому доказательств, то есть понятно, что вот этот наплыв беженцев это нагрузка на бюджет, прежде всего, потому что мы видели, что в таких экстремальных, в таких экстремальных низких температурах работали спасательные службы, причем работали как в Мурманской области со стороны России, так и со стороны Финляндии, люди замерзали, ожидая своей очереди для того, чтобы подать заявку на убежище, а потом этих беженцев нужно где-то размещать и даже если многие в итоге не получат убежище, их придется депортировать Понятно, да, сложная ситуация, желаем вам еще успехов и ждем от вас дальнейших расследований и Михаил, будем рады видеть вас в нашем эфире на телеканале Freedom, я напомню нашим зрителям Михаил Калинин, журналист интернет-издания The Insider был с нами на связи. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok